До Нового года осталось чуть более двух недель. К сожалению, новогодние праздники приносят не только радость, веселье и подарки. Как показывает статистика, именно в зимние каникулы чаще всего происходят всевозможные чрезвычайные ситуации, в том числе и пожары. Представители МЧС России обращаются к славянцам с просьбой быть предельно внимательными в новогодние праздники и еще раз напоминают основные правила пожарной безопасности. На сегодняшний день текущего года в районе произошло 57 пожаров, что на 6, более чем за аналогичный период прошлого года. При пожарах погибло 6 человек, травмировано 5. Это очень тяжелая статистика, потому что по сравнению с анагилочным периодом прошлого года у нас погибших было на 3 меньше. Основными причинами остаются это неосторожное обращение с огнем. К сожалению, население халатно порой относится к обращению с огнем в быту. Также это курение, зачастую в нетрезвом виде, неисправность бытовых электронагревательных приборов, ну и газовое оборудование. Очень актуальная тема. Недавно в поселке Садовом произошел взрыв газа. К счастью, никто не погиб, один человек травмирован, но причинен значительный материальный ущерб. Дом многоквартирный, дверь семьи осталась без жилья. Ну вот такая, в общем, ситуация складывается на текущий период. Праздники достаточно длительный период займут. У нас народ празднует очень активно, с употреблением большого количества спиртного. Ну, хотел бы предупредить жителей и гостей нашего города, что все хорошо в меру. И особенно хотелось бы обратить на правила пользования пиротехники. В помещениях нельзя. Необходимо ознакомиться перед пользованием с инструкцией по применению. Ну, покупать, приобретать пиротехнику стоит только в специализированных магазинах и лицензированных, дабы не было травм при дальнейшем ее использовании. Помните, соблюдение правил пожарной безопасности, в том числе при пользовании пиротехники, поможет сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по телефону Единой службы спасения 010 и 112.